Итак, дорогие друзья, продолжаем работать в рамках порога, то есть, прежде чем приступить, я хотел бы кое-что, чтобы переосмыслили. Давайте-ка мы сделаем следующим образом. Сейчас мы напишем одну полную модель, но не полностью все модели, хотя бы одну. Итак, и я бы хотел, чтобы переосмыслили, над чем мы будем работать и какие знания нам нужны уже сейчас. Вторая у нас будет контент. Назначим сразу техтовое поле, а потом присвоим ему редактора этого, SK Editor. Модель TextField. Здесь тоже можно ограничивать MaxLeg, допустим, 2000 символов, 5000 символов, как вам хочется. Это вполне логично. Граничим 5000 символов. Далее, как мы видим, нам среда подсказывает, мы возьмем бланк истины, сейчас объясним, вы должны это знать уже, да, что это такое. В TextField нам не надо, мы это изучали, но когда будем ставить редактор, понадобится, поэтому 0 оставим. Дальше. Дата создания. Наверное, мы будем делать, ну, давайте так, только мы здесь делаем дата и время, чтобы было точненько по времени. Дальше. Дата обновления. Дата обновления. Дата обновление. Дальше. Автор. Смотрите. Смотрите, вы знаете, несколько лет последних при указании автора все обычно писали юзеров, мы их тоже будем писать, и потом создавали модель там и ссылались на нее. Все-таки самая лучшая практика, я считаю, это ссылаться на внутреннюю модель. В любом случае, то, что мы напишем, она будет расширять та модель, но вопрос в том, что нам-то надо, по сути дела, логин, а логин есть у пользователя, однозначно, который у нас по умолчанию. Поэтому тогда вообще никакой головной боли, посему мы просто, не надо создавать каких-то там абстрактных моделей сейчас, ничего это не нужно. Все делаем проще. Из джанга импортируем джанга, нам надо джанга, а знаете, что мы сделаем? Мы сделаем попроще. Мы сделаем попроще. Мы просто-напросто сейчас сделаем попроще. Модель 4NK на стандартного юзера ссылается. Понятно, что она его не найдет. Сейчас все поясним. Ищи. Гав-гав. Не хочет искать. Ну да, надо учить. Ладно. Будем писать ручками. Джанг Капри. Ком-клип. Аут. Модель импорт юзер. Теперь. Итак. Давайте еще дальше напишем, потом уже разберем. Модель импорт юзер. так не вижу первых неправильно написал ага, не вижу ага здесь мы еще кое-что сейчас добавим потом объясним да я заострю внимание чтобы было над чем работать дефал сделаем только мы сделаем timezone new значит нам надо ее импортировать вот она и так ребят смотрите один момент во первых я сейчас буду говорить для тех ребят которые принципе то есть прошли уроки и уже имеют представление просто я хочу сосредоточить внимательно посмотрите на модель ребят смотрите это класс правильно это класс то есть это обычный класс python значит что из этого выходит если этот это класс значит он поддерживает методы первый метод стр помните один или два урока назад мы открыли с вами админку и там не было заголовка статьи а было обжиг так вот стр и нам и надо для того чтобы это править единственное что я вам показал способ добавления в админку при помощи декоратора и тогда это уже правится до при помощи этого декоратора но это излишним не будет пусть будет значит он поддерживает методы я к чему говорю понимаете здесь куча вариантов я смотрел разные проекты большинстве своем кто-то старается делать виде представлений до те же лайки которые нам надо при пригодятся по счету да то есть то что нам надо но это мы будем изучать при помощи джанга и аякс сумме делается чтобы не было перезагрузки страницы но здесь дело в другом а мы с вами будем все это делать через модель это удобно почему потому что мы решили с вами допустим к посту или комментарии надо лайки то есть у нас сомнений нет значит можно смело прописывать модели почему потому что это класс python теперь давайте посмотрим на самом модели в принципе и чтобы не рыться в виртуальном окружении исходный код джанга давайте заглянем да мы с вами разбирали но тем не менее еще раз заглянем и так мы видим модель с модель до это разбирали но тем не менее значит что на джанг главное всегда не забывайте импортировать по сути дела по и чарам вообще все импортируют то есть импорты главное да импорты у нас возможны почему потому что по сути дела везде у нас есть файл и нет да где бы мы не открыли у нас везде есть файл и нет то есть которая работает хорошо с пакетами и указана путь до база дир где что искать ну и и виртуальное окружение мы видим джанга кантри то есть мы с вами часто бывали в этой директории а нам админка не надо джанга дб джанга дб да джанга дб импорт модель далее здесь мы видим в дб мы видим модель вот она мы берем путь просто еще раз напоминаю в python вместо слэша вот так мы пишем пути обычные да когда пишем python ставится и вообще в языках программирования точка и далее по сути дела мы открываем модели и здесь будет базовый файл мы с вами его рассматривали и оттуда импортируем модель да от которой все идет все банально просто с импортами разобрались откуда вот эта вся фигня теперь смотри внимательно какие знания должны быть мы с вами просто должны их расширять из чего состоит модель мета опции это не основное мы дальше скажем про них основное здесь поля поля модели ну не буду сейчас искать вы сами можете в документации проискать там модель и название полей нам сейчас будет нас будет интересовать сама документация значит синтаксис полей здесь безумно простой он везде одинаковый нового здесь ничего нет то есть идет переменная создается новый экземпляр класса переменную мы придумаем чтобы она была логически нам понятно далее модель в путь и само поле мы я рекомендую вам постоянно постоянно просматривать то есть мы находим понятно что поля будут в моделях да и не трудно догадаться что типы полей мы их с вами тоже рассматривали рассматривали опции на что я заострил внимание самое главное не поля самое главное в чем разобраться помните я вам говорил в уроках ребята опции должны отлетать то есть здесь справка у вас должна постоянно открыта быть особенно первое время почему потому что важно то что то вот здесь в скобочках в скобочках у нас опции модели можно назвать как там оно называется по справке ну опции да опции полей можно можно называть настройки полей 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 они разные да и далее у нас методы модели и так давайте давайте мы сейчас в следующем уроке все это дело переосмыслим то есть вот это надо собрать до кучи до кучи сейчас и мы определяемся что если с полями работать попроще как с ними работать посмотрим то с настройками если все таки вы меня тогда не послушали и не разобрались то здесь я вас прошу очень настоятельно с ними поработать настройки учить их не надо их не так много просто-напросто надо понимать что что где обозначают в данном случае ну давайте с того урока уже начиная рассмотрим да рассмотрим и заострим то есть вот эта модель вам должна сейчас быть полностью понятна перед тем как писать сайт потому что мы будем сосредоточивать свое внимание далее уже на методах да ума здесь много не надо единственное поработать над настройками полей чтобы понимать что вам нужно и для чего они нужны полностью понятно и мета опции но тут тоже ничего сложного но тем не менее сосредоточь внимание